добрый день вот так начиналась наша стройка стройка нашей бани так она выглядела в начальном этапе строительства строил я ее один стена почти два года естественно только в летний период и это не все месяцы и посмотрите что у нас из этого получилось на сегодняшний день приятного просмотра добрый вечер но мы затопили баньку я хотел бы показать вам что мы уже успели сделать ну это вот предбанник подоконничек с занавесками так вот оформили вот он с другой стороны вход входная дверь она утеплена но все-таки повесил я небольшое такое одеяльце чтобы и так было потолок потолок частично только обожжем потому что доски были сырые обжигать их было бесполезно они просто горели поэтому сейчас они высохли и наверно весной их уже обожгу сниму это вот душевая у нас вход поесть лознавеску для уюта можно сказать как она такой никакой не несет на себе пользы так для уюта стены еще не сделал не успеваю один все ну и здесь потолок 90 процентов уже сделаны тут кусочка не хватило небольшого все обжег у все осталось сделать стены еще и уже будет другой вид совершенно ну и вот наша парилка так я ее оформил венички висят дают свой аромат когда поддаешь парку ну и вот хотел показать трещины да на стенах у нас появились трещины появились они с лица из того что я неправильно сделал раствор не процедил песок чтобы был мелкий крупной фракции попадается но это вот я уже новый раствор сделал с использованием золы и соли и уникально он конечно заделывает тут же высыхает никаких трещин не дают в общем следующий раз обязательно буду с применением этих ингредиентов делать ну и вот я сделал второе дыхание тут у меня приток воздуха прям с улицы шел одел я гофру значит обычно алюминиевую и выпилил в пологе отверстие есть такая пробочка ее можно закрыть можно открыть когда хочется подышать свежим воздухом переворачиваешься и не спокойно дышишь можно кажется все благородить но пока вот так что значит на скорую руку сделано все чтобы это работало главное там уж летом все это доделаем ну и вот наше нововведение это паровая пушка вот здесь вставлена в камни гофрированная труба из нержавейки она там вдоль камней идет там у нее с внутренней каменка все это проходит внутри камней все греется значит длина ее полтора метра она входит вниз и там уже змеи змеевики сделал изогнутый на конце эту трубу я просто загнул сплющил так сказать и сделал змеевик там где змеевик лежит в верхней части его я каждый сантиметров просверлил два миллиметра дырочку ну вот это у меня воронка уже была вот здесь вот на стандартной стояла тут в каменьку вливался но было неудобно так как все таки напрямую напрямую вода лилась на камни а здесь получается вода попадает в трубу в трубе она перегревается через эти мелкие отверстия выходит и только потом попадает на камни уже пар пар попадает уже перегретый и прям замечательно в мягкий порог получается такой очень приятный и вот сеточку это я сделал для того что сюда можно класть какую травку да вот ее класть и пар удары ударяет по ней мы получаем натуральные чистые зальем парку и вы посмотрите как работает это пар испаритель такого пушка права как правее уравнивая в эти в в в Вот весь кошек вывелся почти, там чуть осталось. Так как труба достаточно толстая и там большой изгиб у нее, то вода не выкипает и не выливается, а просто она стоит там. И постепенно, когда их паряется, начинает только тогда выходить. И, соответственно, пар здесь, когда выходит, он бьет по траве. Обычно короб еще сверху делает. И вот, казалось бы, как обычно, ты бросаешь на камни и все, да? А вот сейчас ее не видно, но ты слышишь, что она начинает там, она стоит там, вода в этом, в трубе. И парит, парит, парит. Пар до сих пор идет. В течение уже, там будет идти минуту пяти, может быть больше. Все зависит от того, сколько изгибов. Всем спасибо за внимание. А мы пошли париться. Температура у нас в 50 градусов, вполне достаточно. Сейчас добавим влажности. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...